Всем привет. Каждое обновление в Geometry Dash преподносит игрокам что-то новое. От новых режимов до, казалось бы, мелких вещей, из которых позже появляется что-то масштабное. К примеру, разные тренды. За основными примерами далеко ходить не надо. Назвать можно тренд на Flappy Bird уровней, который вёл Дарнак сразу после выхода обновления 1.5, когда в игре появилась тарелка. Тот же Дарнак и дал идею Рубтопа о создании нового режима своим уровнем Gravity Field. Но это всё. Максимально известные примеры. К инновациям в GD вообще можно отнести многие вещи. Это и боссфайты, которые в первое время и можно было только сделать в виде монстров из блоков. А позже они невероятно сильно выросли в качестве. Также это уровни фильма, который особенно развил Спутникс. О нём ещё сегодня пойдёт речь. Это и в конце концов мини-игры в GD, которые порой не отличить от оригинала. В общем, всё не упомянешь, а многое вы и так знаете. Начну с того, что вот прям пик инноваций в игре пришёлся на 2014 год. Это и понятно, целых пять крупных обновлений вышло за то время. Первооткрывателем во множестве вещей стал Funny Game, уже поистине легендарный корейский креатор, привнёсший в игру много новых идей. Ну, например, 25 августа 2014 года Funny Game выпустил уровень Funny Game Holiday. Он считается первым в эффект стиле, который спустя несколько лет развился и популяризировался настолько сильно, что немало число игроков просто устали от него и даже просили перестать оценивать уровни в этом стиле. Так вот, в Funny Game Holiday применяется эффект эквалайзера, то есть линии, пульсирующие в такт музыке, да и просто пульсирующие объекты. В ещё одном 1.8 уровне Hologram Funny Game применил эффект 3D. Да, наверное, это была не первая работа во всей истории GD, когда креатор с помощью различных блоков создавал эффект 3D. Но именно уровень Funny Game эту тему прославил. Вышло обновление 2.0, но Funny Game всё ещё был полон новыми идеями. Первым его уровнем в новой версии был Abyss, который привнёс в игру сразу два очень важных нововведения. Во-первых, Funny Game дал идею RobTop о создании режима Low Detail, который бы сокращал число эффектов для декора для большей играбельности на разных устройствах. Сам креатор и применил это в своём уровне Abyss, а уже в 2.1 RobTop ввёл этот режим в игру. Помимо этого, Abyss одним из первых отметился кастомными двигающимися фонами, что на момент августа 2015 года точно было инновационно. Вернёмся немного назад, снова в обновление 1.9, и посмотрим на уровень The Prism от Asonic Man и Triaxis. Эта работа стала первым случаем применения так называемого 1.9 радужного эффекта, который сделал Triaxis. Всей проблемой создания этого эффекта тогда было то, что в 1.9 существовало всего 4 цветовых канала, но благодаря функции смешивания цветов и получилось реализовать так называемую радугу. Вообще, Triaxis не только этим отметился в игре. Как я уже и говорил в начале видео, инновационным стало появление так называемых уровней фильма в 2015 году со своим сюжетом. Новый жанр открыл Triaxis со своей работой By the Fireplace, которая дал главную идею. Нет слишком маленького мечтателя и нет слишком большой мечты. Но всё же больше популярности добился уровень фильм Уистерия. Гальватрона называют первооткрывателем в стиле модерн с его уровнем Drift, который вышел в начале 2016 года. Но мало кто знает, что позаимствовал креатор идею такого стиля у очень малоизвестного игрока Verticality и его уровня Assetetic. Не так давно в одном из своих видео я уже напоминал про идею Lavalution, которую придумал Optical. Она заключается в том, что для создания качественного уровня необязательно добавлять миллион эффектов и объектов. Этого можно добиться иначе. Эта идея первоначально очень сильно прижилась к стилю модерн, который за Гальватроном взял Optical. Он несколькими месяцами позже и придумал ему название Modern. Если в первое время идеи Modern уровней и Lavalution объединились, поэтому креаторы старались выделять больше времени на общую красоту уровня при меньшем числе объектов, больше работая как раз над фонами, то потом, кажется, всё изменилось. И сейчас Modern уровни выглядят совершенно иначе. Я обещал рассказать и о чём-то более редком. Обещания выполняю. Зарику. Известный креатор прошлого, который однажды променил довольно редкую штуку для своего уровня. Ещё в версии 1.7 триггер Touch и все настройки к нему почти никем не использовались. Но Зарику придумал свою концепцию с этим триггером. А именно, если игрок не коснётся какого-то нужного объекта или не пролетит в неком нужном месте, то цвет объектов сменится, в данном случае на чёрный. Всё это Зарику использовал в уровне Brazil World Cup. Название и геймплей, как вы понимаете, и отсылали к чемпионату мира по футболу в 2014 году. Немногие бы узнали об этом уровне, ведь ещё тогда Зарику удалил его. Но у одного из игроков осталась его полная копия. Повезло, ведь именно с версии 1.7 и появилась функция копирования. Обновление 1.8. В новой версии RobTop добавил официальный уровень Hexagon Force, в котором впервые применялся режим раздвоения с помощью портала. Ещё сильнее такое нововведение разнообразил креатор Noriega, который выпустил так называемую версию 3 этого уровня, в которой некоторые дуалы были уже с разными режимами игры. Впоследствии это применялось уже в более известных уровнях, таких как Ditchet Machine и Hyper Drivers. Инновациями в GD можно назвать не только разные концепции, которые игроки придумывают во время постройки уровней. Это ещё и разные хаки, программы, помогающие игрокам в разных сферах. Подробнее о них вам расскажет Тимур Бабаев, который купил это совместное видео за 150 тысяч арбов. Передаю ему слово. В эпоху 2.1 игра достигла с Хэллоу Пика в плане возможностей в редакторе. Вещи, которые раньше считались чем-то фантастическим, сегодня можно сделать пару кликов. Да и в прошлых версиях много игроков были совсем маленькими, а сейчас они уже вроде как умеют мыслить. В общем, раз уж в игре сделать что-то новое уже не получается, придётся развлекать себя вне игры, в кодинге. На кодили люди до целых модов. Их стало так много, и они стали настолько крутыми, что был создан даже дискорд-сервер, посвящённый модам. Там можно найти моды практически на любой вкус. Например, Better Edit — мод, с помощью которого можно строить уровни в редакторе куда быстрее за счёт удобства. Разгруппированные кнопки, отдельная вкладка для просмотра некоторых вещей в уровне, даже не выходя из редактора. Функции с 2.2, по типу просмотра пил и другое. GD Share — он позволит вам сохранить любой уровень в виде файла на компьютере. Для таких файлов даже специальные решения придумали. И с ним вы можете делать что хотите. Отправить хосту коллаба, оставить у себя в случае сбоя в системе аккаунтов, запихнуть туда вирус и отправить ютуберу. Ой, не тот сценарий. Better Info — этот мод даст вам некоторую инфу об уровнях. В какой версии был создан уровень, пароль, количество объектов и даже размер уровней в мегабайтах. К тому же он покажет некие игроков, у которых нет аккаунта, и при желании можно будет глянуть все уровни, которые они создали. TextureDLR. Создает папку, которую вы можете запихнуть сколько угодно в текстур паков, и потом менять их по настроению. И можно их даже смешивать. Прямо как в Майнкрафте. В общем, модов для GD много, я назвал лишь самым популярным на этом сервере. Ссылочку на него вы можете найти в описании, если Никита про это вспомнит. И не уходя далеко от модов — MegaHack. Абсолютнейшая имба. В нем есть абсолютно все, что нужно для хорошей жизни. Вот буквально я нажимаю тап и вот, смотрите, что тут есть. Также он добавляет возможность сделать умные старт-позы, выбирать старт-позы по желанию. Еще и добавлять некоторую статистику в экран во время прохождения уровня, и еще свою надпись. Короче, много всего. Единственное — он платный, и сейчас его при желании купить сложно, но есть и бесплатные аналоги по типу GDHM от ADAFA. Теперь полезем просто необычной программой, которые могут вас удивить. Все же видели режим платформера в 2.2? Так вот, его можно устроить и в 2.1, с помощью кода из гитхапа. Сарвата, конечно, но все равно прикольно. Больше сказать и нечего, на самом деле. Вы сами все увидите. Помните Колона? О да, Колон, 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 какой же он классный. Гота, иди отсюда. Так вот, он создал немало крутых штук для GD, но самое интересное из них я почитал редактор GD в гугл таблицах. То есть, если вы хотите создать какой-нибудь уровень в стиле 1.0, а вы в дороге и на телефоне нет GD, то вы можете зайти на эту таблицу и там сделать уровень, и потом даже выложить. Классно, не правда ли? Gunner Bones создал утилиту, которая может отодслать ваш прогресс в любой дискорде север. Слист антофобии на 90%, вот уже об этом написал. Правда, вам надо скачать Python, но его изучать не надо, в инструкции все написано, не бойтесь. Эта прога еще не дописана, но можно понаблюдать некоторую ее работу. Это TeamViewer GD, то есть она будет весь вас в прогресс редакторе переносить чужой редактор. Прикольно. Самые вкусные боты. Проги, которые делают все за тебя. И в GD их полно. Спутникс. Да, другого человека вы не ожидали здесь увидеть, верно? Так вот, он находил бота, переносище в GD картинки с интернета. Причем все происходит в реальном времени и с использованием минимального на данный момент количества объектов. А теперь минутка патриотизма. А именно за нашего, гордого, православного программиста Параноика. Он создал двух прекрасных ботов. Первый из них монтирует видео за тебя. Точнее, он накладывает заранее подготовленные футажи уровней и твой голос. Для обычных разговорных роликов это будет просто идеально. Второй делает превьюшки за вас. Достаточно просто кинуть картинку нужного размера, текст и настроить пару фильтров и готово. Ну и напоследок, где вы можете наблюдать все это в одном месте и сразу. Правда не везде и далеко не все, но тем не менее. Это приватные сервера. Отдельный клиент GD с отдельной статистикой. Существует множество приваток на любой вкус и цвет и в каждом из них есть свои фишки. Так что тут можно только покопаться вам и найти сервер по душе. Или создать свой с помощью специальных хостов. Правда в этом вам обойдется копеечку, но все же при хорошем пиаре оно будет того стоить. Как итог, GD за 9 лет своего существования сильно эволюционировало, что мы с Никитой вам явно показали. Игра не стоит на месте и развивается даже без обновлений. И мы надеемся, что это будет и с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Этот и на мой канал обязательно, я что зря фит делал. Желаю вам в этом учебном году нормально все закончить, чтобы вас не очислили, если вы в вузе, и чтобы вас не исключили, если вы в школе. Кстати, мы тут с Никитой как раз вот поступили на первый курс в оба в престижные вузы страны, поэтому мы уже взрослые люди, как бы. Вот. Всем пока. Так что тут можно только покопаться вам и найти север по душе. Хуйня полная, понял?